Добрый день! Сегодня у нас вебинар обеспечения складских потребностей в управлении торговлей 11.4. По нашей программе рассмотрим сначала вводную настройки механизмов обеспечения потребностей, потом будет схема закупки, рассмотрим схему перемещения и схему сборки товара. Собственно, история, как говорится, про то, что два бизнесмена решили заключить сделку, что один другому продаст вагон алюминия за миллион рублей. Один пошел искать миллион рублей, другой пошел искать вагон алюминия. Вот сегодня как раз наша тема. Обеспечение наших потребностей для того, чтобы реализовать заказы наших клиентов. Прежде всего, настройка происходит у нас в разделе NC-администрирование. «Склад и доставка». Там есть группа кнопок «Обеспечение потребностей». Галка «Обособленное обеспечение заказов» – это будет следующая наша тема. У нас будет вебинар 25 марта. И про обособленное обеспечение заказов буду рассказывать отдельно. Вкратце скажу, что это заказ определенного товара под конкретный заказ клиента. То есть, если этот товар пришел на склад, его никто другой не может из менеджеров, допустим, взять в оборот и продать другому клиенту. Он будет лежать, и система зарезервирована будет только под конкретный заказ клиента. Здесь же в этом разделе включаются настройки обеспечения потребностей. У нас есть два переключателя. Это упрощенное формирование заказов поставщика и расширенное. Если у нас включена первая настройка «Упрощенное обеспечение потребностей», то программа формирует только заказы поставщику. То есть, непосредственно происходит закупка товара. Если мы включаем переключатель «Расширенное обеспечение потребностей», в программе появляется возможность еще формирования заказов на сборку-разборку товаров, комплектующих. Включается возможность перемещения, соответственно, со склада, плюс еще внутреннее потребление. То есть, не только мы покупаем товар, но мы можем его еще собрать или переместить с другого склада. Вообще, формирование потребностей в базе, в 1С, происходит путем как раз-таки работы с документами, такими как заказ клиента, заказ на сборку-разборку, заказ на перемещение и на внутреннее потребление. Каким образом? Программа понимает, что есть потребность именно в этом товаре, то есть, чтобы обеспечить какой-то конкретный заказ. У нас есть колонка действия в документах, вышеперечисленных, и в ней как раз-таки для каждого товара, для каждой позиции нужного количества указывается действие. На слайде видно, выделено, что стоит «К обеспечению». То есть, если товара у нас в наличии на складе нет, и мы его сразу отгрузить не можем, нам нужно его, соответственно, обеспечить. Поэтому ставится статус «К обеспечению», либо есть «Обеспечивать обособлено». Про обособлено – это следующая тема. Когда в документах ставится вот это вот действие «К обеспечению», программа понимает, что нам нужно откуда-то достать товар. Откуда его достать, соответственно, как обеспечить вот этот заказ, чтобы его можно было отгрузить, мы сейчас будем как раз разбирать. Нам понадобится завести некоторую нормативно-справочную информацию. В разделе «Склад и доставка» у нас есть раздел «Настройки и справочники по складу». И там нам понадобится два пункта меню – это «Способы обеспечения потребностей» и «Схемы обеспечения». Вернусь в базу. Еще раз покажу раздел «НС и администрирование». В группе кнопок «Настройки разделов» у нас есть «Склад и доставка». Здесь у нас есть группа «Обеспечение потребностей» и вот здесь мы переключатель ставим в расширенное. Далее потом идем в раздел «Склад и доставка» уже непосредственно из меню. И вот здесь вот сверху есть у нас «Настройки и справочники». И вот здесь у нас есть «Обеспечение потребностей», «Способы обеспечения потребностей» и «Схемы обеспечения потребностей». По поводу способов обеспечения потребностей. Здесь на демонстрационной базе у нас, конечно, уже некоторые позиции заведены. Если рассмотреть немного подробнее эту табличную часть, что у нас здесь указывается? Во-первых, указывается тип обеспечения, на что стоит обратить внимание. Это то, каким способом мы перемещаем, либо закупаем товар, либо мы его собираем. Товар тип обеспечения создадим. Новый способ обеспечения потребностей. Я начну с нижнего подчеркивания, просто чтобы они были в начале списка. Например, наша компания занимается мебелью. Мы ее закупаем готовую, мы закупаем комплектующий и собираем мебель. И, допустим, у нас есть центральный распределительный склад и какие-то торговые залы, в которых у нас происходит уже торговля товаром. Поэтому, чтобы нам закупить товар, обеспечить какие-то заказы, нам нужно либо закупить комплектующий, либо закупить готовый товар, либо переместить товар с центрального склада на торговый зал, либо собрать товар сначала, допустим, на центральном складе, а потом переместить его, готовый, в торговый зал. Вот такие у нас схемы, такие бизнес-процессы у нас происходят на нашем предприятии. Итак, создадим первый способ обеспечения потребностей. Назовем его, допустим, закупка мебели. Можно называть под название организации, допустим, чтобы была какая-то конкретика. Например, ИП у нас будет организация. Как вам удобнее, наименование, конечно, можете называть как хотите. Смотрим на тип обеспечения. У нас это будет закупка, поэтому мы переключатель ставим вот здесь в положение покупка, чтобы система понимала, что у нас товар будет заказываться у поставщика, приобретаться будет. Далее идет настройка, что можно использовать для работы с несколькими поставщиками, а можно указать, что конкретно с каким-то одним поставщиком. В случае, если вот стоит первый переключатель, тогда у нас программа формирует документы, но, соответственно, провести она их не сможет, она их будет записывать, потому что в реквизитах этого документа, заказ поставщику, не будет указан никакой поставщик. Поэтому эту настройку пока мы ставить не будем. Если мы укажем, что мы работаем, допустим, с одним поставщиком, укажем какого-нибудь поставщика, ну, например, белый ветер. Далее у нас идут параметры планирования. Причем, когда вы делаете, допустим, параметры планирования, можно посмотреть, вот здесь вот внизу пример есть, расчет даты ближайшей возможности поставки и даты отгрузки. На что здесь стоит обратить внимание, да? У нас здесь есть два переключателя. Это заказ при достижении точки заказа и заказ по графику. Ну, заказом по графику, в принципе, тут все и так понятно, да? Заказы формируются регулярно по фиксированным датам, исходя из графика поставок. Есть такие предприятия, которые работают по графику. Здесь, собственно, он и задается. Задается дата ближайшей поставки, потом следующей поставки, и программа уже будет понимать, что заказ идет непосредственно только по графику. Тут эта настройка используется нечасто, но она тоже имеет место быть. Вот мы рассмотрим более подробно все-таки заказ при достижении точки заказа. Понятие точки заказа – это дата, не позднее которой необходимо сформировать заказ, чтобы обеспечить потребности. То есть мы должны до какой-то определенной даты заказать наш товар, чтобы с учетом всех наших внутренних моментов сборок, доставок, перемещений, мы могли гарантированно отгрузить товар в нужный срок. Мы знаем, что в заказах клиентов, как правило, оказывается желаемая дата отгрузки. Желаемая дата может быть, соответственно, скорректирована в зависимости от плановых показателей, которые мы вот здесь вот и задаем. Допустим, закупку мебели мы знаем, что у нас, чтобы закупить мебель, уходит, допустим, 7 дней. Но при этом пока, допустим, ее там привезут, пока соберут, пока упакуют, конкретно именно нашему клиенту мы не можем прямо именно день в день отгрузить. Допустим, у нас будет 8 дней гарантированный срок отгрузки. Это дата именно с момента заказа и до именно отгрузки клиенту. То есть то, что мы обещаем непосредственно отгрузить, в какой срок. Обеспечиваемый период. Это тот период, на который смотрит программа вперед. Какой период надо обеспечивать? То есть, если у нас, допустим, плановая дата отгрузки, клиент сказал, что нам не срочно будет этот заказ, им, допустим, через 2 месяца он понадобится, то нет смысла, допустим, заказывать его сейчас, тратить на это какие-то средства. Можно поставить обеспечиваемый период, допустим, 2 недели. Программа будет отслеживать в ближайшие 2 недели, какие заказы достигли точки заказа. И, соответственно, их уже подставлять в обработку по автоматическому формированию потребностей. Ну, укажем, например, обеспечиваемый период 2 недели, чтобы программа в течение 2 недель отслеживала наши заказы. Далее переходим на вкладку «Оформление заказов». Здесь у нас, в принципе, указываются реквизиты, те, которые у нас будут подставляться для документов, которые будут формироваться автоматической обработкой формирования заказов по потребностям. То есть, чем больше мы тут заполним, тем больше реквизитов, соответственно, проставится в документе, и меньше нужно будет выбирать пользователю. Допустим, мы проставим нашу организацию, подразделение «Складское хозяйство». Можно выбрать конкретное соглашение с поставщиком об условиях закупок. Можно его создать, и оно будет проставляться уже непосредственно в документах. Создадим соглашение. У нас там, допустим, действует 22 февраля, закупка у поставщика, организация ИП «Предприниматель». Здесь у нас задаются все нужные параметры, вид цены можно поставить от поставщика, и все, соответственно, поля, опять же, для автоматического заполнения. Этапы оплаты. Можно выбрать любые, которые вы укажете, это в зависимости от вашей договоренности с поставщиком. Допустим, мы укажем кредит после отгрузки, стопроцентный платеж. Записываем наше соглашение, выбираем его. Цену поставщика мы сейчас не будем задавать, мы потом укажем в документах непосредственно уже заказа поставщику и поступление товаров, чтобы у нас автоматически регистрировали цены. Записываем наш способ обеспечения потребностей. Вот он создался, то есть вот он наш источник обеспечения потребностей. Мы закупаем. Для того, чтобы закупить мебель, нам нужно купить ее у источника обеспечения «Белый ветер» по основному соглашению и организации проставится наш предприниматель. Срок исполнения заказа 7 дней. Создадим здесь следующее. Ну, например, закупка комплектующих. Тоже укажем, что с одним поставщиком. Срок покупки, пусть будет 5 дней, тут тоже 2 недели срок отгрузки, допустим, 7 дней. Создадим соглашение. Тоже сделаем кредит после отгрузки. Записываем и закрываем. Теперь нам нужно создать еще один способ обеспечения потребностей. В этот раз мы вставим переключатель на перемещение. То есть здесь у нас уже будет товар перемещаться. Ну, так и назовем его. Перемещение с распределительного склада. Здесь можно указать переключатель с несколькими складами, если идет перемещение с разных складов. Если у вас, допустим, распределительный центр 1, указываете его. Вот здесь мы сейчас создадим оптовый склад. Не здесь создадим, здесь его уже надо выбирать. В разделе НСЕ администрирования склады и магазины можно создать склад. Распределительный центр. Это оптовый склад. Ордерную схему мы не будем проставлять, дабы сейчас в простом виде показать пример. И пока мы здесь заодно создадим розничную точку, розничный магазин, назовем его Торговый зал 1. Это у нас будет розничный магазин. Выбираем здесь наш склад. Срок перемещения, сколько дней нам нужно для того, чтобы переместить, допустим, товар. Пусть будет 2 дня. Обеспечиваем период. Тоже так же поставим. 14 дней. Гарантированный срок отгрузки, допустим, 3 дня. Гарантированный срок отгрузки, сами понимаете, не может быть меньше, чем срок перемещения. Оформление заказов проставляем нашу организацию. Записываем, закрываем наш способ. Итак, закупку мы создали, перемещение создали. Теперь еще создадим третий вид. Это сборка. То есть способ. Так и назовем его сборкой из комплектующих. Отнесем конкретику, да, на распределительном складе. Срок сборки, допустим, 3 дня. Все параметры, как видите, похожи, да? Здесь у нас пусть будет совпадать срок сборки и гарантированный срок отгрузки. Указываем наши реквизиты. Записываем наш способ обеспечения. Вот мы их создали. Теперь мы можем их использовать. Нормативно-справочную информацию завели. Вопросы есть какие-то по этому моменту? Если отгрузка по графику с распределительного центра по средам, оборачиваемость, как проставить, подогнать заказ под конкретный объем полную фуру. По поводу объемов именно полной фуры есть отдельный раздел «Доставка», и там рассчитывается вместительность транспортных средств и оборачиваемость и график работы именно по транспортной доставке. Это отдельная тема для вебинара. Если хотите, можем ее раскрыть подробнее на следующих наших занятиях, если я правильно поняла у вас вопрос по поводу оборачиваемости. Можно ли автоматом запрос на счет и потом его загрузить, чтобы цены проставили в закупке? Автоматическое формирование счетов на оплату имеется в виду или что? Поясните, пожалуйста. Обеспечиваем период. Я объяснила, да, это срок, на который программа смотрит вперед, какие заказы нам нужно обеспечивать, в течение какого периода ближайшие заказы. Сейчас картинка у всех есть? Напишите, пожалуйста, в чате, есть ли у всех картинка. Вижу. Так, вопрос. Если нужно учитывать остатки и продажи с нескольких складов со схемы распределительного центра, тоже вернусь в базу. У нас в настройках, да, все администрирования, настройка раздела склад и доставка, есть еще такой момент, как переключатель, вот здесь вот для распределительного центра обеспечению подлежат либо планируемые отгрузки со склада на удаленные склады, либо планируемые отгрузки с удаленных складов. То есть в первом случае это именно учитывается те потребности, которые формируются на центральном складе, на распределительном центре. Если второй переключатель, соответственно, учитываются потребности, формируемые на удаленных складах. Хорошо. Хорошо, едем дальше. Далее переходим к схемам. Схемы – это идет непосредственно уже привязка созданных нами способов обеспечения к непосредственно складам, где участвует этот способ обеспечения. То есть, грубо говоря, схема – это просто привязка к складу идет уже, схема работы. Вот на слайде показываю, да, ну, примеры, допустим, схемы закупки готовой мебели. По кнопке «Заполнить способ обеспечения», когда вы становитесь на кнопку с нужным складом, у вас заполняется способ обеспечения. В этот момент программа понимает, что на этом складе товар появляется путем закупки. Или, допустим, в торговом зале товар появляется только путем перемещения с центрального склада. Или, допустим, на центральном складе товар, вот именно вот этот товар появляется путем сборки. По поводу привязки к номенклатуре мы сейчас чуть попозже подойдем. Да, сейчас у нас идет привязка к складам. Дальше вот схема сборки, то есть, допустим, на распределительном складе мы будем делать сборку из комплектующих. И схема перемещения товара в магазин. То есть для торгового зала мы указываем, что способ обеспечения используется перемещение. Немного схематично, вот здесь на схеме можно наблюдать, да. То есть способ обеспечения мы сейчас завели способы. Потом идет привязка к складам, создается схема обеспечения. Далее идет привязка этой схемы обеспечения к номенклатуре или к ее виду. То есть непосредственно либо к карточке номенклатуры уже имеющимся, либо к виду номенклатуры, чтобы вновь созданные карточки уже создавались с нужной привязкой к схеме обеспечения. Если вам, допустим, этих данных не нужно, или у вас там нет такой информации, что прям четко изначально вы номенклатуру именно эту только закупаете или только собираете, или у вас там и вы ее и закупаете, и собираете, да, тогда не стоит проставлять. Это вы можете, опять же, в настройках уже непосредственно к складу привязать и выбрать, какую номенклатуру на каком складе вы закупаете, а на каком складе вы ее, допустим, собираете. Вот. Когда в карточке номенклатуры вы проставили, да, дальше идет работа непосредственно уже с заказами, которые формируют потребности через статусы обеспечения потребностей. Помните, там мы смотрели колонка действия, где стоит к обеспечению, там программа видит, что у нас сформировалась потребность. Возвращаемся в наш раздел «Склад и доставка», «Настройки и справочники». В этот раз заходим вот здесь по гиперссылке «Схема обеспечения» и создадим нашу схему обеспечения. Ну, назовем их, допустим, тоже начну с нижнего подчеркивания, «Схема поставок на распределительный склад». Дальше у нас вот здесь вот есть наши папки, да, можно отображать папки по форматам и по иерархии. По иерархии это непосредственно уже, ну, распределение наших складов, как вот они по папкам создаются. По форматам это используется в том случае, если у вас используется ассортимент. Для магазинов, допустим, у вас там есть формат, что это продуктовый магазин. Для него создается отдельный ассортимент, прописывается отдельный формат, но опять же, как бы здесь подробнее останавливаться не будем. Просто вот здесь в данном случае нам удобнее выбрать все склады, когда они вот в одной общей куче, да, нежели, допустим, искать по папкам иногда. Ну, тут уже кому как удобно, в зависимости от структуры вашего предприятия. Я переключу пока по иерархии, выберу, что у нас наша схема поставок на распределительный склад. Используется у нас в нашем распределительном центре. Мы становимся на строчку с нашим складом и нажимаем «Заполнить способ обеспечения». Система спрашивает «Записать». Мы, конечно, соглашаемся. И вот здесь обычно все встыкаются в пустое окно. Объясню почему. Потому что здесь стоит отбор, только используемый на складе. Так у нас на складе еще ничего не используется, ранее ничего не использовалось. Соответственно, мы эту галку снимаем и выбираем те способы, которые мы задавали ранее. В данном случае нам нужно выбрать закупку и непосредственно уже схему поставок. Выберем. У нас на нашем распределительном центре используется схема поставок на распределительный склад. Срок поставки 7 дней, обеспечиваемый период 14 дней. Записали. Создаем следующую. Назовем ее, допустим, схема обеспечения сборок. Сборка у нас будет происходить на распределительном складе, поэтому мы опять же открываем его. Заполняем способ обеспечения. Система показывает, что на распределительном центре у нас уже используется схема. То есть какой-то товар может закупаться на складе, на центральном, какой-то может, когда мы его поставим, собираться из комплектующих. Записываем, закрываем. Создадим еще одну схему. Мы еще и комплектующий закупаем. Назовем ее схема обеспечения комплектующими. Продолжение следует... 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 И у нас еще осталась схема перемещения. Назовем схему обеспечения торговых залов товаром. Так как у нас будет перемещение, соответственно, используется будет уже в торговом зале. Товар у нас будет появляться путем перемещения. Такие схемы обеспечения мы создали. Способы обеспечения мы связали со складами. Появились у нас схемы обеспечения. Теперь можно эти схемы обеспечения привязать непосредственно к какой-то номенклатуре. Идем в справочники «Номенклатура». Ну, допустим, у нас есть такой вид мебель «Предварительная сборка». И выбираем. Нам нужны комплектующие. Нам нужен какой-то комплект, непосредственно которым уже, например, заведены варианты комплектации. Вот, например, набор кухонной мебели «Диана». У него есть несколько вариантов комплектации. И в каждом варианте комплектации есть вот такие вот товары, из которых состоит, собственно, данный комплект. Можно взять что-нибудь попроще, потому что что-то много комплектующих. Сейчас создадим свою комплектующую. Мы будем собирать кровать. Именование варианта комплектации назовем тоже «Кровать». Собирать будем количество одну штуку. Это у нас будет... Например, будет состоять из спинки кровати. И, допустим, из корпуса кровати. Вот такой вариант комплектации. Если открыть реквизиты нашей номенклатуры «Кровать», то у нас здесь есть раздел «Обеспечение и производство». здесь можно по умолчанию задать нужную схему обеспечения. В демо-базе тут была проставлена немножко другая, но мы выберем нашу схему обеспечения, которую мы создавали. То есть в данном случае кровать у нас появляется путем сборки из комплектующих. Поэтому нам нужно выбрать схему сборки из комплектующих. Чтобы она у нас по умолчанию проставлялась. Такую номенклатуру, как корпус кровати, как спинка кровати, мы знаем, что это наши комплектующие. Немножко расширю экран. Мы можем выбрать нужное количество позиций и, допустим, для всех комплектующих групповым изменением реквизитов выбрать, что у нас обеспечение. Это будет закупка комплектующих. И изменяем сразу два элемента этой обработкой. Далее мы можем, допустим, какие-то позиции закупать. Ну, допустим, это у нас будет стол, стулья, тумбочка, шкаф. Тоже изменим групповым изменением реквизитов. Способ обеспечения потребностей. Схема. Это у нас будет закупка. Ну, пусть для набора кухонной мебели Диана мы тоже что-нибудь проставим. Нам нужна сборка. Таким образом, мы привязали наши позиции номенклатуры к непосредственным схемам обеспечения. Говорила по поводу видов. То есть, если, допустим, вам нужно изначально привязать ваши будущие созданные карточки к определенной схеме, то это привязывается к виду номенклатуры. Вот здесь в реквизитах карточки номенклатуры есть основные параметры учета, вид номенклатуры. Если его открыть на просмотр, здесь значение по умолчанию есть. И вот тут можно прямо в виде номенклатуры создать непосредственно уже реквизит по умолчанию, который будет задаваться. Ну, сейчас мы не будем, как бы мы, получается, текущие карточки уже привязали к определенным позициям. Но это для тех, кто будет создавать новые, допустим, позиции, чтобы у вас работало автозаполнение. Хорошо. Далее, когда мы уже поработали непосредственно с карточкой номенклатуры, мы можем перейти к формированию заказов. А заказы наши формируют уже потребности, которые система собирает и делает непосредственно заказы нашим поставщикам на сборку, на перемещение и так далее. Начнем, наверное, с заказа клиента. Создадим новый заказ. Подберем номенклатуру. Допустим, наш заказчик заказал стулья. У нас автоматически система проставляет действия к обеспечению. Изначально, когда составляем заказ, не проверяя наличие на складе, потому что в данный момент документ только формируется. Допустим, им нужно 10 стульев. Статус нашего заказа ставим к выполнению. В этот момент система понимает о том, что у нас на складе, кстати, склад мы выбрали немножко некорректно, нам неудобно будет на этом складе. Допустим, они хотят стулья забрать с розничного нашего магазина, с торгового зала номер один, который мы создали. Мы его создали, соответственно, у нас в торговом зале номер один сейчас вообще нет никаких остатков. Можно, опять же, посмотреть, допустим, отчетом склад и доставка, отчеты по складу, ведомость по товарам на складах. Я сейчас делаю отбор по стульям непосредственно на всех складах, чтобы нам сформировать отчет не по всем демо-данным базы. У нас, как видите, стулья есть только на мебельном складе. На других складах у нас сейчас стульев нет. После того, как мы сформировали наш заказ клиента, у нас сформировалась потребность к обеспечению, так как на складе от торговый зал у нас товара нет. То есть его нужно туда каким-то образом обеспечить. Мы знаем, что стулья – это у нас позиция номенклатуры, которая не собирается, то есть ее либо закупают, либо перемещают. Чтобы посмотреть, какие заказы требуются обеспечивать, у нас в рабочем месте склад и доставка есть такая обработка – состояние обеспечения заказов. Мы можем сформировать отбор, ну, допустим, по нашему торговому залу, чтобы не видеть лишнего, да? И вот и наш заказ клиента. Здесь видно, что у нас 10 стульев. Нам нужно обеспечить то, что программа подсвечивает нам серым цветом. Это говорит о том, что этот заказ никак не обеспечен. То есть по нему не делали никаких дополнительных действий, по участию того, чтобы его обеспечить. Что нам нужно сделать дальше? Мы идем в раздел «Склад и доставка» и идем в «Обработку формирования заказов по потребностям». Выбираем здесь лишние отборы. Выбираем торговый зал. То есть мы сейчас будем анализировать, программа должна проанализировать все потребности, сформированные на складе торговый зал номер 1 и предложить нам, как обеспечить эти потребности. Что мы видим? У нас программа предлагает без обеспечения, без указания способа создать сейчас заказы. Почему? Проверяем наши стулья. Торговый зал. У нас указана схема поставок на распределительный склад. Если проверить... А, кстати, вот еще момент. Помимо того, что можно посмотреть схемы обеспечения в самих карточках номенклатуры, можно еще также посмотреть, какая привязка к схемам обеспечения идет непосредственно на каждом складе. То есть если зайти в наши склады, в карточке склада вот здесь появляется гиперссылка «Настройка способов обеспечения потребностей». И здесь у нас появляются уже те номенклатуры, которые уже сюда привели. И галочка опять же стоит отбор. Только обеспечиваем номенклатуру. Если мы ее снимем, сюда выпадет, соответственно, вся номенклатура, которая есть в базе. И уже непосредственно отборами, допустим, этого списка можно задавать, какой номенклатуре можно... какую схему обеспечения задать. Проверим наш склад. И видно, что у нас на складе торговый зал номер один. Сейчас не привязано ничего, никакая номенклатура. Поэтому здесь мы снимаем галочку, находим наши стулья. вот здесь вот. поставок на распределительный. Вот так. Правильное перемещение. Да, не указала неправильно, да? В прошлый раз перемещение должно быть с распределительного склада. Записываем, закрываем. Возвращаемся в нашу обработку. Мы можем пройти на несколько шагов назад, чтобы переформировать. Вот. Программа увидела, что у нас на этом складе в торговом зале номер один используется схема перемещения с распределительного склада. И пока вот на данный момент там висит эта настройка только для одной позиции номенклатуры для стульев. Идем дальше. Вот здесь в поле «Заказ» здесь, соответственно, у нас документ, который инициатор данной потребности. То есть требуется 10 штук. У нас дата отгрузки горит 28 февраля. То есть непосредственно в заказе клиента у нас желаемая дата отгрузки 28 февраля. Да, проставили. Ну, мы просто не контролировали ее. Специально показала, да? При этом все по нашим схемам, способам обеспечения. Мы задавали, да, что у нас срок перемещения 2 дня, то что у нас еще срок отгрузки как бы 3 дня. То есть, в принципе, с нашими возможностями, нашей схемой перемещения мы можем обеспечить этот заказ за 3 дня, а не день-день. Вот. И поэтому программа нам подсказывает, да, что мы немножко сроком не укладываемся. То есть вот этот момент обычно контролируют менеджеры, когда уже непосредственно проставляют обеспечение в заказе. Ну, мы здесь пока ничего не будем корректировать. Пусть горит красным, и это будет нам предупреждение. Вот здесь, если посмотреть на нижнюю часть, у нас заказы к оформлению. Предлагает нам система сделать перемещение с распределительного склада, источник обеспечения с распределительный центр. И далее идет справочная информация. Переходим на следующий шаг. Формируется документ «Заказ на перемещение». То есть, чтобы обеспечить заказ клиента, клиент заказал 10 стульев, нам нужно переместить эти стулья. Чтобы их переместить, у нас формируется документ «Заказ на перемещение». И здесь уже получается такая вложенная структура. Здесь тоже стоит статус, к обеспечению. Потому что вот этот заказ, чтобы обеспечить, нужно, чтобы эти стулья были у нас на центральном складе, на распределительном центре. А так как распределительный центр мы тоже только что заводили, и у нас его ранее не было, то, соответственно, в нем тоже нет остатков на этом распределительном центре. То есть, программа у нас сформировала заказ на перемещение, и он говорит нам о том, что на распределительном центре нужно обеспечить вот этот заказ на перемещение. Откуда у нас появится товар на центральном складе, который нам нужно потом переместить в магазин, мы его можем на центральном складе либо собрать, либо закупить. В случае стульев мы их будем закупать. Проверим на всякий случай, опять же, в разделе администрирования склады магазина, настроена ли у нас настройка для нашего оптового склада центрального. Перейдем по гиперссылке, настройка способов обеспечения. Вот они, наши стулья, схема обеспечения тут задана. То есть программа поймет, что на центральном складе стулья у нас закупаются. Хорошо, закрываем. Заказ у нас проведен, поэтому мы можем вернуться в нашу обработку склада доставка состояния обеспечения заказов. Здесь мы формировали, в торговом зале был заказ клиента. Если мы выберем наш распределительный центр, то там уже сформировалась потребность на перемещение. И вот он, заказ на перемещение, тоже там видится. Чтобы обеспечить этот заказ, нам нужно товар закупить. Следовательно, система понимает, что нужно сформировать заказ поставщику на закупку этих стульев. После того, как мы их закупим, они переместятся в магазин, и после этого из магазина они продадутся. Закрываем наши лишние вкладочки. Нажимаем кнопку «Продолжить с другими отборами». Выбираем уже распределительный центр. Обычно, конечно, за каждый склад отвечает свой человек, который будет работать непосредственно с каждым разделом учета. Но в данном случае нам придется попереключаться, чтобы мы видели картину в целом. Выбираем «Далее». И вот нам программа предлагает, что нам нужно закупить мебель. Кстати, тоже такой момент еще. Вернусь на шаг назад. Товары, достигшие точки заказа, дата поставки идет 8 марта. То есть, исходя из наших настроек способы обеспечения, программа рассчитывает по рабочим дням в данном случае, которые были указаны у нас в программе. В разделе «Администрирование предприятия» здесь есть график работы предприятия, производственный календарь. И он основан на производственном календаре РФ. И график работы у нас здесь указан был пятидневка. То есть, с понедельника по пятницу с 8 до 5. Ну и программа, соответственно, исходя из календарных праздничных дней работы предприятия, проставляет вот эту дату автоматически. То есть, планируемая дата поставки. Выбираем «Далее». Программа знает, что мы закупаем мебель, как правило, у белого ветра. Мы указывали этого поставщика в нашем способе обеспечения, поэтому она его автоматически и подставляет. Инициатором этого обеспечения у нас заказ на перемещение. То есть, что мы обеспечиваем? Опять же, 10 штук. Идем на следующий шаг. И вот сформировался заказ поставщику. Но при этом всем, если что-то программе не дает провести его, соответственно, он выдаст нам предупреждение. На данный момент заказ поставщику у нас сформировался с пустыми ценами, так как мы еще не работали с этим поставщиком. Мы сейчас проставим цену просто какую-нибудь произвольную. Переведем статус сразу в «Подтвержден». То есть, программа не видит, что заказ поставщику в работе без этого статуса. Статусы включаются отдельно. То есть, не все пользуются этой функциональностью, но иногда бывает нужно. Мы подтвердили наш заказ. Он у нас проведен. Если вернуться в состояние обеспечения и выбрать наш распределительный зал, распределительный центр, то вот здесь появляются уже зелененькие квадраты, которые говорят о том, что по этому заказу мы сделали заказ поставщику. Но это как бы не говорит о том, что мы уже поставили товар, что у нас имеется полное обеспечение. Это говорит о том, что намерение как бы его обеспечить уже было сделано. Осталось теперь, собственно, привезти товар, да, закупить. Давайте сделаем приобретение товаров на основании этого заказа поставщику. Сделаем приобретение товаров и услуг, что якобы товар к нам уже поступил. Стулья 10 штук проводим. В данном вебинаре я не буду регистрировать счета фактуры. Ну, это понятно, что это надо и так делать. Там погиб присылки в левом нижнем углу. Итак, заказ поставщику мы сделали. Если посмотреть связанные документы приобретения товаров и услуг, по нему мы сделали, значит, товар у нас появился на складе и, по идее, система должна увидеть. И вот система видит, да, что у нас заказ на перемещение уже готов, обеспечен. То есть мы можем вот этот товар переместить и, соответственно, закрыть заказ на перемещение. Идем в этот заказ. Выбираем наши стулья. Если два раза кликнуть на кнопочку «Действие к обеспечению», то у нас здесь открывается обработка, которая показывает то, чего мы можем отгрузить, резервировать или обеспечить. Система видит, что у нас на складе появились стулья, и мы их сейчас можем отгрузить. То есть переместить с распределительного склада на торговый наш зал. Поэтому мы его и перемещаем. Ставим действие «Отгрузить». Вот здесь не забываем про статус. В данном случае проводим наш заказ. И в данный момент заказ – это не отражение физического перемещения товара. А когда уже непосредственно товар будет перемещаться с распределительного склада на торговый зал, тогда делается документ «Перемещение». На основании заказа на перемещение сейчас мы его и сделаем. Вот из распределительного центра в торговый зал номер один у нас товар, стулья 10 штук, отгрузился. Если сформировать пока ведомость по товарам на складах, вот оно наше перемещение. Оно показывает, что в расход оно поставило. То есть с нашего распределительного центра стулья ушли. Но почему-то они пока еще не видятся у нас на торговом зале. В торговом зале они у нас не видятся, потому что у нас здесь используется тоже статус документа. Опять же, оговорюсь, не у всех используются статусы. Когда товар пришел, здесь мы ставим статус «Принято», переформируем нашу ведомость. И вот он у нас появился в нашем торговом зале. Если в торговом зале у нас появились стулья, мы же можем их, получается, уже продать. Лишнее позакрываю пока. Смотрим. Вот он наш заказ клиента на стулья. И система видит, что он подсвечивается зеленым цветом. И мы можем его отгрузить. Плюс еще здесь предлагает зарезервировать этот товар. То есть в чем смысл? Когда товар приходит на склад, если это не обособленное обеспечение заказов, то другой менеджер может этот товар под свой какой-то заказ зарезервировать и, соответственно, отгрузить. Ну и чтобы кто-то другой не забрал ваш товар, здесь предлагается зарезервировать его. По кнопочке «Действие» в заказе клиента. Так, он у нас был открыт. Сейчас переоткроем. Вот здесь вот на вкладке «Товары» проставляется действие «Резервировать». То есть под этот заказ менеджер товар зарезервировал. Ну, в данном случае мы его можем отгрузить. Он у нас есть. Поэтому мы его ставим «Отгрузить». Нажимаем «Ок» и проводим наш заказ. Ну и, соответственно, чтобы уже непосредственно продать наш товар, нужно еще ввести документ «Реализация товаров и услуг». Давайте его введем. Подразделение надо указать. Извиняюсь, немножко не хватает нам реквизитов. Сейчас мы их заведем. Все. На основании нашего заказа мы провели реализацию. Ну, соответственно, счета фактуры. Да, вот здесь вот оформляем. Я сейчас не буду этого делать. Таким образом, наш заказ клиента, так у нас здесь действие «Отгрузить», он у нас уходит из нашей обработки. Его уже не нужно обеспечивать. Соответственно, в состоянии обеспечения заказов он у нас больше не светится. То есть на данный момент в нашем торговом зале нет потребностей в товаре и, соответственно, нам обеспечивать нечего. Вот такая получилась сложная цепочка. Но иногда такие манипуляции требуются, так как не весь товар есть в наличии. Хорошо. Закрываем пока наш заказ клиента. Это мы сейчас рассмотрели схему, когда товар закупили на центральный склад, переместили его в торговый магазин и там произвели реализацию. Если нам нужно, допустим, товар предварительно еще собрать, соответственно, мы должны сделать заказ на сборку. Ну и программа нам автоматически в этом поможет. Сделаем еще один заказ клиента. Ну, чтобы не делать сейчас вот эту вот долгую схему перемещений на другие склады, сделаем, допустим, ситуацию, когда клиент хочет забрать непосредственно прямо вот с центрального этого склада, с распределительного центра. Допустим, какой мы задавали, да, кровать мы задавали, что она у нас будет собираться. Допустим, он хочет две кровати забрать с нашего распределительного центра. Но, как мы знаем, на распределительном центре у нас кровати нет. Чтобы проверить, можем зайти в карточку номенклатуры, отчеты, остатки и доступность. Кровать у нас есть только на мебельном складе. Так как у нас стоит действие к обеспечению, то система должна увидеть, что на распределительном центре сформировалась потребность в том, чтобы обеспечить заказ клиента. Проверим настройку способов поддержания. У нас есть кровать. У нас задана схема обеспечения обеспечения, что эта кровать у нас собирается на распределительном складе. Собирается она у нас из комплектующих. И заодно сразу проверим, что у нас корпус и спинка кровати, из которых мы ее будем собирать. Тоже задана схема обеспечения комплектующими. Идем в нашу обработку. Склад и доставка. Состояние обеспечения. Формируем по распределительному центру. Вот он наш заказ клиента, который пока еще не обеспечен. Идем в нашу обработку. Формирование заказов по потребностям. Выбираем распределительный центр. Система видит, что нам нужно выбрать способ сборки из комплектующих. Если вдруг там несколько товаров, которые не только собирать надо, но и закупать, соответственно, здесь будет больше строк и будет больше способов обеспечения указано. То есть для каждого товара будет свой способ обеспечения. Сейчас мы просто на простом примере разбираем. Вот он заказ клиента. Вот он источник обеспечения сборка. И, соответственно, заказ будет у нас делаться на сборку. Вот он сформировался, заказ на сборку. В нем указано, что мы будем собирать кровать в количестве двух штук. Вариант комплектации у нас кровать. И, соответственно, вот здесь на вкладке «Комплектующие» чего нам нужно. Вот здесь вот в двойном экземпляре заполнилось. Ставим статус «К выполнению». И вот у нас на распределительном центре уже не только заказ клиента требуется обеспечить, но и заказ на сборку. Чтобы его реализовать, этот заказ на сборку, нам нужно поставить комплектующие спинка и корпус. Возвращаемся обратно в формирование заказов по потребностям. Продолжаем с другими отборами. Оставляем также распределительный центр. Здесь уже у нас идет, видите, две строчки «Закупка» и «Сборка». «Заказ клиента». Но заказ клиента у нас не отмечается галочкой, да, так как мы по нему уже сделали заказ на сборку. Дальше идем. Здесь у нас будет закупка комплектующих у «Грифона». И вот делается заказ поставщику на комплектующие, то есть на корпус и на спинку в количестве две штуки. Здесь точно так же у нас цена, ну, допустим, с «Грифоном» пусть будет 300, 100. Заказ поставщику переводим в статус «Подтвержден», проводим. Возвращаемся в наше состояние обеспечения, переформируем. Ну, видно, да, зеленый маркер, то, что у нас по заказу на сборку уже какие-то движения есть. Ну, заказ поставщику, это же еще товар не пришел на склад, поэтому сделаем, что якобы он у нас все-таки пришел по этому заказу поставщику. Сделаем приобретение. В документах приобретения, вот здесь вот рекомендую проставлять галку «Регистрируй цены поставщиков», чтобы они автоматически регистрировались, подставлялись потом в документах. Далее, переформируем наше состояние обеспечения заказов. Видно, что у нас есть товар весь для того, чтобы обеспечить заказ на сборку. Давайте обработаем заказ в таком случае. Чтобы обработать заказ на сборку, и у нас появился товар на складе «Кровать», нам нужно сделать на основании него документ сам «Сборка-разборка». Система нам маякует о том, что у нас в табличной части не стоит «Отгрузить» или «Отгрузить» обособленно. То есть на вкладке «Комплектующие» у нас висит еще не тот статус, поэтому, так как они у нас в наличии, мы им ставим «Отгрузить». Проводим и делаем на основании него сборку-разборку. Сразу ставим в статус «Собрано», чтобы кровать у нас появилась на остатках. Проверим. Да, вот она у нас появилась в распределительном центре. Мы ее собрали. Это закроем. Проверяем опять же состояние обеспечения. Заказ на сборку у нас обеспечен, поэтому он у нас отсюда ушел. У нас остается необработанный заказ клиента, но для него уже есть две кровати. Заказ обеспечен, поэтому мы его тоже обрабатываем и отгружаем. Для этого ставим действие «Отгрузить». Проводим наш заказ клиента и делаем реализацию. Все, товар продался. Проверяем наше состояние обеспечения, так как заказ мы уже отработали, потребностей по нему нет. Соответственно, на распределительном складе у нас больше нет потребностей, которые остались бы необработаны. Вот таким образом происходит работа с обеспечением заказов. То есть, независимо от того, какого вида будет заказ клиента, на перемещение, на сборку или на внутреннее потребление, система будет все это аккумулировать вот в этом рабочем месте. Ну и, соответственно, в зависимости от этих данных вы уже обеспечиваете каждый заказ, индивидуально работая с ним. По поводу внутреннего потребления тоже немножко остановлюсь. В разделе «Склад и доставка» есть вот здесь вот заказы на внутреннее потребление. Они формируются не автоматической обработкой, а непосредственно уже вручную, так как используются на внутреннее потребление нечасто, требуют дополнительного согласования, как правило. Но, опять же, чтобы рассмотреть, этот пример тоже сейчас проведем. Ну, допустим, чтобы долгую цепочку тоже не делать, да, тоже на центральном складе. Добавим те же стулья. Допустим, два стула решили списать. Допустим, подарить дирекции. Проводим наш заказ. Так как у нас здесь стоит действие к обеспечению, он у нас сформировал потребность. Вот он наш заказ на внутреннее потребление. Но так как стульев на данный момент на складе нет, мы их поставим и, соответственно, их потом спишем. Идем в склады доставка, формирование по потребностям. Продолжаем с другими отборами. Опять выбираем склад распределительный центр. Вот здесь дополнительные отборы появляются в работе именно тогда, когда очень много данных, и нужно уже фильтровать конкретно, какие заказы обеспечивать, какие нет. Можно непосредственно выбрать, какой конкретно заказ, то есть в разделе назначения, вы будете обеспечивать. Можно выбрать с отбором по подразделению, можно по типу обеспечения делать фильтрацию. Но в данный момент мы делаем фильтрацию только по распределительному центру, пусть туда попадают все. Видит, что мы будем закупать мебель. Заказ на внутреннее потребление инициатору. Белое ветро мы купим эти два стула. Заполним цену. Цена не проставилась, потому что в прошлый раз, когда я делала поступление, я на вкладке дополнительно не проставляла галочку регистрировать цены поставщиков. Опять же, оговорюсь, что желательно ее ставить, она облегчает жизнь. Ну, если, конечно, требуется такая функция. Заказ поставщику мы провели. Допустим, по нему сразу у нас пришел товар. Переформируем. Видно, что у нас стулья появились на складе. И вот этот заказ на внутреннее потребление мы можем обеспечить. Ну, чтобы их не потерять, давайте сразу зарезервируем, что эти стулья именно у нас для дирекции. И вот здесь проставляем отгрузить. Провели. И на основании этого заказа уже делаем непосредственно внутреннее потребление. Статус к выполнению забыли проставить. Проводим наше списание на расходы. Все, стулья ушли. Переформируем состояние обеспечения. Наш заказ на внутреннее потребление был обеспечен и, соответственно, ушел из этой обработки. Вот такая вот схема работы. Так, сборку мы рассмотрели, перемещение рассмотрели, внутреннее потребление рассмотрели. Ну и, соответственно, заказы поставщикам тоже рассмотрели. В принципе, на этом пока все. Давайте к вопросам. Запись вебинара будет доступна. Вам потом пришлют ссылку на запись на электронную почту. Срок по поводу вопроса. То есть потом автоматом будет проставляться этот срок 14 дней формирования потребностей. Срок 14 дней, который мы выставляли, да, этот срок, на который программа смотрит вперед, он не проставляется. Это просто та база, из которой программа формирует потом заказы поставщику, да, там, либо на перемещение, либо на сборку. То есть она берет ближайшие нужные заказы. Те, которые у нас будут далеко, которые нам пока не нужно обеспечивать, она не будет видеть, если мы зададим вот этот срок, ограничивающий поле зрения. Проставляются сроки отгрузки и проставляются сроки покупки, которые мы выставляли в настройках наших NC-администрирования. То есть в способах обеспечения вот этот срок покупки, когда вы заказы делаете поставщикам, будет проставляться. И вот этот вот срок отгрузки, когда вы обрабатываете заказы уже клиентам. То есть срок непосредственно, когда уже товар отдадут конечному покупателю. Вот этот срок, обеспечиваемый период, он не проставляется. Это просто срок системы, ну, ограничения, вот, периода просмотра системы. Если его не проставлять, она будет анализировать, соответственно, все. В автоматическом фоновом задании, как это делать? Имеется в виду формирование заказов по потребностям, чтобы оно формировалось автоматически, без участия пользователя. Это обычно не делается, потому что, опять же, ну, вы сами видели, очень много настроек идет в плане того, как работать с поставщиками. Кто-то работает по предоплате, кто-то работает по постоплате. В частности, вопрос именно в деньгах, потому что все финансовые моменты нужно сначала согласовать, соответственно, провести в программе. Если это будет проводиться автоматически, без участия пользователя, в программе будет хаос. Поэтому, как бы, в автоматическом режиме это не делается. Для этого придумали вот такой, ну, полуавтоматический режим в виде обработки для формирования заказов по потребностям. Кстати говоря, вот эта вот обработка, она выходит не только из рабочего места склада доставка и вот здесь формирование заказов по потребностям. Если вам нужно формировать непосредственно заказы клиенту, допустим, поставщику, вот здесь заказы поставщикам, да, когда вы нажимаете кнопочку создать, тут тоже есть вот по потребностям, он как раз тоже перекидывает на вот эту обработку формирования заказов по потребностям, но тут он уже делает фильтр типа обеспечения покупка. То же самое во внутренних перемещениях, да, допустим, если вы делаете перемещение, тоже можно сделать по потребностям. Если вы делаете, допустим, сборку, тоже есть по потребностям. Есть ли диаграмма Ганта по обеспечению? Ну, диаграмма Ганта можно сформировать в отчетах, да, которые... Есть регистры, которые формируют непосредственно базу, какие заказы обеспечиваются, какие еще не обеспечены, но на основании этих регистров работает, соответственно, вот это рабочее место, склад и доставка, состояние обеспечения заказов. Можно вывести отдельный отчет с диаграммой по Ганту, но это уже идет непосредственно проработка детализации отчета. Прям вот только отдельный этот отчет. Нет. Но можно его разработать, если есть желание, можете оставить заявочку, потому что программисты сделают вам непосредственно такой отчет. Вопросы. Я извиняюсь, не успеваю перекликивать, да, между вопросами-разговорами, как бы следила разговоры, потому что вопросы обычно задаются в конце. Так, то есть нет инструмента по прогнозу по факту продаж за период с заданной оборачиваемостью. Мы сейчас говорим по поводу именно заказа и планирования поставок на склад для того, чтобы реализовать эти поставки. По поводу факта продаж за период, конечно, это есть и оборачиваемость, и это отчеты по продажам, все это есть, но это немножко другая тема, не сегодняшнего вебинара. Обеспечение к конкретной номенклатуре привязываем, это мы вроде рассмотрели. Так, можно ли создать сегмент номенклатуры, привязывая к нему схему обеспечения? Как правило, сегмент номенклатуры задается на определенную группу номенклатуры, и опять же, в условиях отбора, когда вы проставляете схему обеспечения, вы можете указать, как условия отбора непосредственно нужный вам сегмент. В настройках списка это делается. Опять же, вопрос по отборам, да, по номенклатурам, особенно у кого очень много позиций товаров, там есть настройка отборов, вы можете делать отбор по всем вам заданным параметрам. У нас нет еще заказов вперед. Мы обеспечиваем потребность на основании прошлых продаж. То есть на основании прошлых продаж имеется в виду по графику вы делаете заказ. Если идет формирование графиков, да, продаж, планов продаж и закупок на основании прошлых продаж, то это уже идет планирование, опять же, на основании того, что было ранее. Тоже немножко другой раздел. Мы сейчас рассматривали именно формирование уже по текущим заказам, по текущим потребностям. Если интересна тема вебинара в плане поддержания запасов, допустим, на складе, можем рассмотреть это в следующем нашем вебинаре. Отдельно расскажу. Там есть, соответственно, настройки планового поддержания запасов, минимально-максимальный остаток, поддержание запаса под заказы или вне зависимости от заказов под конкретный уровень. То есть это тоже очень довольно-таки большая тема. Можем рассмотреть, если напишите в чатик разговоры. Ну все, если вопросиков больше нет, всем спасибо за участие, за внимание. До встречи на следующих вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok